У меня есть мечта, которая никогда не исполнится. Мечты, которые никогда не существуются. Джихан, милая! Вставай, едем. Куда? К бабушке? Это чего, друг тётя Суна? Джихан, милая, не заставляй говорить всего. Пусть мама с папой немного поговорят. Не всегда же им с вами возиться, да? Конечно, пусть не возится. Что такое, Джихан, милая? Я что-то не так сказала? Нет, тётя Суна. Давай, пойдём. Хорошо, пойдём. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Думая, думая, я почувствовала, что пропала Ничего не пришло в голову Потом захотела поговорить с тобой Ты слышишь меня? Что такое? Ничего? Оттуда не слышу тебя? Захотела сесть рядом Может, потому что я ничего не сказал? Ты ничего не сказала, я говорила безумолку С тех пор, как пришла, рассказываю Я не хочу говорить здесь громко Прости Послушай, если снова то же самое? Нет, не то же самое За сейчас прости Я устала, что хотела поделиться Кроме тебя в голову никто не пришел Забудь, мне тоже так было лучше Немного развеешься И так домой идти не хочется Что ты сказал? Ничего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Игорь Негода Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Нет На самом деле ничего не скрываю Все открыто происходит А, конечно Ты не в курсе, не так ли? О чем я не в курсе? Джухан и Махир ведь женятся Хватит уже, в самом деле Заканчивать уже эту глупость со свадьбой Кто женится? Что происходит? Ну, конечно, они сейчас в попыхах не сообщили тебе Но я вам говорю Селин, дорогая Ты без приглашения придешь Обязательно ждем Ханде Ханде О, аллах Фиген Где дети? Фиген, говорю Слушаю Диспожа Фиген Да, я Я звонила по поводу Элиф Можете прийти в школу? С дочкой что-то случилось? Директор хотел поговорить С Джихан что-то случилось? Хорошо, сейчас приедем Да что случилось, скажешь? Звонили из школы Элиф Нам нужно ехать Элиф, что случилось, Элиф? Не знаю, со школы звонили Когда поедем, узнаем О, аллах Что это? Я как раз позвал вас, чтобы спросить вас Что это? У вашей дочери ранее было неприемлемое поведение Ваша дочь слишком дерзко относится к своим одноклассникам Мы нормально воспринимаем дерзкое состояние детей в таком возрасте Но, как понимаете, это немного слишком Директор, минуточку Вы хотите сказать, что этот нож был у нашей дочери? Да Этот предмет, который может ранить кого-то И даже может стать причиной смерти Не знаю, что сказать Не смотрите, что Элиф так выглядит Она очень милосердный ребенок Я не могу связать милосердие с этим предметом, вышедшим из ее сумки Послушайте, мы тоже в шоковом состоянии Мы обещаем вам больше Вы не столкнетесь с таким Это будет лучше для вас и для Элиф Я сделаю все, чтобы это не дошло до родителей других детей Но если еще раз повториться Я выгоню вашу дочь из школы Мы обещаем больше такого не повториться Мы тоже не можем вам объяснить, потому что сами не знаем причину Но я вам гарантирую, больше не повториться Будет лучше, если немного уделите времени своему ребенку Постарайтесь побольше поговорить с ней Иначе найдете своего ребенка в жизни, которую не хотели бы для нее Пойдем Я правда не знаю, что сказать Зачем носится нож? Ты что, сирота или хулиганка? Кто ты? Что ты собиралась делать этим ножом? Почему позоришь нас? Мы не понимали поведение других детей Оказывается, главная хулиганка жила в нашем доме Только посмотри на это Директор школы вызывает нас к себе И что мы слышим, когда хотим услышать об успехах дочери? Наша дочь носит нож Наша дочь носит нож Только этого нам не хватало Что ты делала с этим ножом? Что собиралась делать? Навредила бы чужому ребенку? Кого-то хотела ранить Что собиралась делать? Хватит уже Почему вы все время осуждаете, ругаете? Вы даже не спросили, почему я ношу его? Ладно, это вы месяцами даже не спрашивали, как у меня дела Элиф, дочка, как ты? Нужно тебе что-нибудь? Как твои уроки, дочка? Вы не спрашивали? Мама, я уже столько времени разрываюсь Говорю, вы слушайте меня У меня есть проблема Но вы ведь не слышите меня Никто не слышит Иногда, правда, я думаю, что у меня нет голоса Я не могу до вас дозваться Если я пропаду Если исчезну Никто не скажет, где эта девочка Упаси, Аллах, дочка, разве так можно? Ты наша маленькая доченька Уже произошло, мама Я пропала, мама Я потерялась, потому что вы все время смотрите на Джихан Вы все время говорите Джихан, Джихан, не слышите меня Доченька моя, милая моя Мы ведь не отделяем вас никого Никого не отделяем Может, в последнее время что-то случилось, не знаю Милая моя Дочка Скажи мне Зачем ты носила этот нож? Скажи, доченька Скажи, милая Чтобы защитить себя Скажи Скажи, милая Есть один парень Какой парень Я никак не могу понять Разве такая глупая игра бывает? Сколько вам лет? Разве возраст играть в Джихан Невесту не прошел? Иногда человек старается не вырасти И будто нет будущего Хочет остаться ребенком Что ты такое говоришь? Совсем с ума сошла? Нет, ладно Я поняла, что ты, чтобы заставить реновать Алина Надежную игру устроила Это я так поняла Даже если ты не скажешь Только не поняла Откуда эти поэтические реплики? Погоди-ка Если у тебя температура Дай посмотрю Рука холодная Нет у тебя температуры Ты пытаешься войти в роль грустной И платье надела Ну, актеры ведь делают так Чтобы войти в роль Перед этим думают о разном Ты так делаешь, да? Да, так и делаю Я пытаюсь войти в роль Ходи, подружка моя А вот только знаешь что? Али взорвется От ревности Лопнет, лопнет Сойдет с ума Но я ведь тебе говорила, да? Это любовь, она требует игры, тактики Ты должна делать это Ты все-таки пришла к игре, да? Да? Да, ты права, игра И даже красивая игра Очень красивая игра Доброго дня И вам того же Эли в права? Из-за ухаживания за Джихан Мы перестали видеть других детей Как дочке больно было, а мы не видели Как мы можем так поступать, Фигин? Как мы можем запускать других детей? Я уже сколько дней Ниуэд и Ниуэд и Ниуэд и Нис не спрашиваю, как они Но что мы могли сделать, когда одна из наших дочерей столкнулась с неизлечимой болезнью? Я не вижу перед собой ничего Из-за наблюдений за Джихана Страха, что что-то у нее изменится Ты права, но мы должны видеть Чтобы не случилось, мы должны поровну поделить наши сердца на детей Кто там? Из банка Потом перезвоню Госпожа Айля У вас есть время? Конечно Проходите Благодарю Что я могу вам предложить? Ничего не буду, благодарю Чем могу помочь? Вчера я рядом с вами видела Джихан Да Она пришла, чтобы спросить кое-что Как последнее положение ее болезни? Почему вы спрашиваете это? Она подруга моего сына И семью ее знаю Но, как я поняла, она использует моего сына за счет своей болезни Я не понял, а как она использует его? Использует для всякой глупости Какова психологическая часть этой болезни? Госпожа Айля, я не могу сообщать вам эту информацию То есть настолько серьезно? Нет, я так не говорю То есть даже если грипп, я не могу вам говорить данные, как доктор Правда? К сожалению, да То есть я не могу рассказывать вам конфиденциальность моего пациента Поняла Хорошо В таком случае До скорого Всего доброго Кстати, не знала, что вы так цените конфиденциальность пациента К тому же, если подумать о прошлом Не так ли? А что ты будешь теперь делать? Узнаю, кто этот парень Ну ничего плохого не делай, ладно? Не заводи еще больше Не переживай Хорошо, не буду А я выйду с Элиф, немного прогуляемся хоть Может в кино пойдем Было бы очень хорошо Господин Унур звонит Господин Унур? Слушаю, госпожа Фиген Господин Унур, добрый день, это я Музафер Добрый день Как вы? Я в порядке, спасибо Что-то случилось? Нет, нет, я просто беспокоился Вы говорили о докторе, что увидитесь с ним Что там в итоге? Я это уладил Встретимся, конечно И даже расскажу вам при первой же встрече Если хотите, не сегодня, либо завтра я зайду к вам Будет намного лучше Да, конечно, когда пожелаете Всего доброго Конечно, конечно Джихан? Да, в порядке Временами творит глупости, но не из-за болезни, а от молодости Поскольку летает в облаках Хорошо, до скорой встречи Легкой работы, всего доброго Что это сейчас было? Ты отобрал у меня из рук телефон Я так сделал? Не знаю, я хотел спросить что-то, но потом при разговоре забыл Ладно, когда пойду к нему поговорим Где же задерживать Махир? Подруга, он-то ладно Наденем ли мы когда-нибудь на самом деле платье? В смысле, на самом деле? Ну, по-настоящему? У вас ведь сейчас игра? Уж какая-то глупая игра Я имею в виду о настоящей свадьбе с любимым человеком прийти в зал подругу Потом, когда все смотрят на тебя, веселиться, танцевать Как прекрасно было бы, да? Конечно Было бы прекрасно И правда, где Махир? Махир В чем дело? Ни в чем Просто смотрим Не торопись Мой друг еще не закончил говорить Что ты сказал? Ну так ведь не пойдет Ты зачем обзываешься, брат? Что ты несешь? Ты зачем материшься, брат? Какой мат? Ты что, больной? Тсс Ладно, причины не нужны Так не пойдет Мат это нехорошо Ты кого убьешь? Ладно, хватит Пойдем Ваш сын женится Что же случилось? Жених сбежал? Только подумай Жених, который оставил невесту одну Шок, шок, шок Наша невеста Смотрит в сторону Только подумай Из этого можно создать Три сезона Месть невесты Махир? Что с тобой случилось? Что за вид? Ладно, успокойся Махир, как успокоиться? Что случилось с тобой? Что за вид? Да ничего Давай займемся делом Какое дело? Не неси чушь В больницу едем Джихан, не привлечивай, ладно? Какое привлечение? Джихан права Ты плохо выглядишь, Махир Кто с тобой это сделал? Несколько хулиганов Ты не знаешь их? Нет, не знают Куда мне знать? Давай, пойдем Что хотели сделаем Прошу тебя Ну, Махир Пойдем Пойдем Ты в порядке? Да Красная? Никакой Тогда пойдем Есть сладкое Мама Я не хочу Мы так Столько всего поели уже Тогда пойдем В кино Там интересный фильм Ты любишь Пойдем Куда ты смотришь? Никуда Чего ты здесь ходишь? А что, не могу ходить? Не можешь Это мой дом А сейчас убирайся отсюда Пойдем Пойдем послушаем Поздравления Ты серьезно? Почему бы и нет? Пойдем Моя милая девочка Как выросла Как выросла Как выросла И стала невестой Если бы сейчас мань была жива И видела это Сейчас Израиль сидит И смотрит, наверное, на дочку Поздравляю Будьте счастливы Спасибо Тураман, сынок Составьтесь вместе На одной подушке Поздравляем Будьте счастливы Спасибо Благодарю Что происходит? Наверное, со своими невестой Женихом спутали Идут на свадьбу людей Лица, которых даже не видели Вот они, родственники Что будем делать с золотом? Отдадим владельцам Лучше покончим с этим, Махир Поздравляю Благодарю Поздравляю Большое спасибо Ты сделала много моих фото И я маме с папой скину Что ты несешь? Вчера скрывала платье Сегодня фотки, я вправду говоришь Дело, что говорю Давай Фотография Подожди, сниму Снимаю Сняла Пойдем уже Поздравляю Поздравляю Ханде Пока мы переодеваемся Ты отдай золото владельцу Владельцу? Ты стала красивой невестой Благодарю Ты тоже очень шикарен Благодарю Это светлые глаза Махир Благодарю Давай Дочка Заходим внутрь Это еще что? Мама Что случилось? Это еще что? Нет Такого быть не может Вы всегда так делаете Только такой кусок своего драгоценного времени Можете мне уделить Дочка, если бы не было важно Разве я так поступила бы? Прошу тебя Прошу прощения Пойдем Сестра Она испачкалась Испачкалась Дочка Что это за игра такая? Ты над нами смеешься что ли? Хорошо, тогда мы с мамой в шутку разведемся и все Что с тобой происходит, дочка? Что с состоянием? Еще не прошел случай со звонками в двери Теперь ты в платье появилась перед нами Но очень красиво и очень идет Помолчи Доченька Хорошо тебя Расскажи нормально, что с тобой? Я не думала, что вы будете так сердиться Аллах, чемпион, ты издеваешься над нами Ты нас с ума свести хочешь? Ты встала, перед нами сидишь в свадебном платье Что еще делаешь? Еще и парня позвала с тобой Что это? Его тоже жаль Что с вами происходит? Я не понимаю Элиф носит нож Ты звонишь в чужие двери, избегаешь И играешь в жениха и невесту Твой отец и так Другое дело Минуточку, почему речь сейчас меня коснулась? Потому что за сколько дней тебя нет дома Хорошо, об этом потом Поговорим Джихан Доченька моя Не огорчай из себя и нас Никого не обижай Послушай, ты раньше не была такой Чем из себя, а других думала больше Вы правы Я повела себя эгоистично Я не имею права вас огорчать Никто никого огорчать не имеет права Мы ведь все-таки семья, да? Все, будем проживать вместе И радость И радость И горе Да? Что он делает? Все точно Спасибо, пока Девушки отдыхают Я скажу тебе прощения Говорит, пришли поговорить Папа, ты тоже не начинай, прошу тебя Сынок, послушай Я перед мамой ничего не сказал Ты должен прекратить уже эти глупости Мы даже не знаем, что случилось с твоим лицом Нам все время бегать за тобой Бросимся и будем бегать за твоими проблемами Не бегать, отец Займитесь своими проблемами Махир! Доброе утро, папа Если не трудно, принеси Не буду с обувью заходить Встретимся в 11.30 в кафе Сюлимане Ну же, Чихан Иду, папа До встречи, чемпион Махир, сочувствую То есть, увидел тебя сейчас и запутался Не знаю, что сказать Сочувствую или поздравляю Прости Я поддельной свадьбы Не знаю, что с твоим лицом Ты что, получил побои? Подвергся нападению паре трусливых шакалов О, Аллах Могу я что-нибудь сделать, брат? Нет Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Ханде Что? Ты видела, Чихан? Нет, сегодня не видела И не звонила Как дела? Как дела, Али? Что такое? Почему ты грустный? Ничего Куда ты смотришь? Никуда? Что делаешь? Это касается, Чихан? Нет, Селин, с чего ты взяла? Так или нет? Так или нет? Что между нами было, Али? Селин Селин, хватит Селин, хватит Не знаю С Махиром в игру играли Что случилось? Не понимаю Что вы находите в этой девушке? С одной стороны, ты С другой Махир Ты не поймешь, Селин Ты своим делом займись И у моей не вмешивайся, ладно? То есть что? Ты после всего этого еще пойдешь И извиняться будешь? Припади еще к ногам ее У тебя что, нет гордости? Не понимаешь? Она кинула тебя Почему ты до сих пор настаиваешь? Селин, замолчи уже Хватит Молчи Это у тебя нет гордости Я все еще влюблен в Джихан Это тебе не стыдно ходить за мной Когда в дом попадает такой огонь Ты не знаешь, что делать Можешь совершить любого рода ошибку Ладно Поговорим еще Береги себя До встречи Тебе совсем не стыдно? Не поняла? Тебе не стыдно разрушать семью? Тебе не стыдно, как женщине поступать так с другой женщиной? Тебе не совестно губить ответственность за четырех детей? Что ты за бессовестная женщина? Тебе не стыдно клеиться к женатому мужчине? Я обожаю присутствую Продолжение следует разрушает Алло, Вузо, где ты? Я в пекарне, а что такое? Ничего. Просто интересовалась, как ты. Ладно, легкой работы тогда тебе. Ты в порядке? Да, да. Хотела пораньше закончить и встретиться. По поводу детей. Хорошо, приходи в пекарню и буду там. Хорошо, легкой работы. О, Аллах. То есть у нас нет таких отношений, о которых ты подумала? Все дело в этом. И меня использовали. И теперь я пытаюсь ему помочь. Значит, папа из-за меня влез в долг у ростовчика. Так получилось. Значит, все это странное поведение было из-за меня? Проклятье, а я о чем думала, что мне в голову приходило? Не огорчайся. Любому такое в голову может прийти. Ваш отец очень вас любит. Продолжение следует... Что происходит? Махир, чего ты снова творишь? Махир, чего ты снова творишь? Мы с тобой взглядом, и я спросил у тебя, что происходит? Махир, чего ты снова творишь? Махир, чего ты снова творишь? Махир, чего ты снова творишь? Чтобы никого не было. Только ты и я. Чтобы были мы. Например, я хочу заключиться в этом моменте. Хочу быть навсегда. Ничего навсегда нет. Потому что есть смерть. Да, да, есть смерть. Но есть и любовь. Любовь. Чтобы надеть свадебное платье, тебе не нужно играть со всякими. Я есть. Я здесь, я перед тобой. Я есть, чтобы быть с тобой. Я есть, чтобы осуществить твои желания. Я есть, чтобы стать твоим мужем. Я хочу стать твоим мужем. Я хочу стать твоим мужем.